Всем привет! Это урок для тех, кто сотрудничает с фотобанками или микростоками и кому нужно делать очень много и быстро изолятов. Так называемая предметная фотосъемка на белом. Итак, открываем. Ну вот, возьмем, например, вот эту фотографию. Это файл TIFF из RO-конвертера. Берем ластик 100%. И стираем все ненужное. Где тень? Вот, например, где тень. Стараемся не трогать. Ну, как показывает практика, тень приветствуется на стоках. Продается лучше. Ну, у меня, по крайней мере. Я уже 6 лет сотрудничаю с Шаттерштоком, Фатоли, с 6 микростоками. Итак, для чего мы это делаем? Например, тут я уже 100% что нету никакой грязи, никакой пыли, никакая волосинка там. Потому что человеческий глаз не видит, а объектив увидит все. Вот у меня, например, объектив, макрообъектив, Canon 60 мм. Он очень резкий. Ну, даже чересчур, я бы сказал. Теперь берем инструмент. Я не знаю, у меня Photoshop немецкой версии. Берем инструмент кривые. Тянем вот этот ползунок до тех пор, пока исчезнет граница. Ну, вот, в нашем случае до 7. Тень остается. Как я уже говорил, это приветствуется. И вот этот ползунок до 96. Окей, все, готово. Проверяем пипеткой. Везде. Три раза 255 на 255 на 255. Все, грузим на стоки, зарабатываем деньги, радуемся. Ну, сколько ушло? Ну, буквально, ну, я не знаю, ну, за минуту можно сделать. Ну, давайте сделаем еще один. Ну, вот, зажигалка, например. Так же, ластик 100%. Стираем. Вот это все дело. Где тень, не лезем. Потому что там... Ну, чересчур контраст. Вот так вот примерно. Кривые. Тянем. Ну, вот, видите. Так, так. Ну, вот. Ну, до 8 вытянули, хватит. Тут. Все, готово. Но. Источники света нужно выставлять вот так, чтобы было. Вот тут два источника света у меня было. Вот так. И вот так. На объект должно попадать меньше света, чем на фон. Все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.